Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот это мне не надо, вот это мне не надо, не надо. Короче, вот. Предупреждаю, в этой новелле присутствуют эпилепсические такие, вот знаете, как кадры, типа, как бы, насилие, ну и секс и тому подобное, но ладно, это мы уже выдержим. Вот. Короче, вот так. Как я могу понять, наши бойфренды, а, ну то есть, это любовный какой-то там новелла про маньяков, да. Да. Обычно бывает то, что тут эти вот лендерки, то есть, это девушки там, а тут вот на пацаны. Ладно, давай посмотрим, что у нас есть, ебать. Переходы, режим экрана. Ох, умагат, умагат. Так, давайте начнем. Давно мы в новеллу не играли. Ох, какая странная графика. Это, наверное, выбери свой пол. Ну, а в чем прикол? Раз тут будут бойфренды, то скорее, ну, типа, женский. Блядь, ладно, я самец. Я так надеялся вчера, что чуть не забыл собственное имя. А надрался, блядь. Давай вспоминать, как меня зовут. Борька, Борька Сук. Борька Сук. Точно, меня зовут Борька Сук. Сложно было привыкнуть к университетской жизни, поскольку мне пришлось оставить родной город, чтобы поступить сюда. Я чувствовал себя очень одиноким. Встав, я гляделся. Я понял, несколько, а я понял, несколько листовок с прикроватного столика. Вот этого, что ли? Ну, ладно. Тут есть несколько неплохих мест, куда можно сходить развеяться. Может, стоит заглянуть в одно из них сегодня? Но куда именно? Змейная яма. Отрыв под гремученье. Тусовка до самого утра. То, что доктор прописал. Львиный зев. Живая музыка, прекрасное настроение, чувственная компания. Скидки на напитки. Ох. Это бар, да? Давай в бар. Нахер нам все. Этот бар вроде ничего. Рассудок, здоровье. Ебать. Накинув первые попавшиеся чистые вещи, я направился туда. Это был небольшой, но слабый пап. Славный пап. Ладно. У него было свое очарование, но я все никак не мог расслабиться. Я тихо ойкнул, когда кто-то задел меня плечом. Извините. Быстренько я ориентировался в дальний угол. Я занял место изо всех сил, стараясь слиться со стеной. Со временем, из-за всей этой суеты и смеха других посетителей, я устал чувствовать себя не своей тарелкой. Ну, привет. Бля. Ну, привет. Ну, здорово. Дружок, пирожок. Кто-то заговорил со мной? Он ярко и дружелюбно улыбается, но по глазам я вижу, что он не настолько дружелюбный. А в его голосе звучал довольно сильный акцент. Он поставил передо мной кружку пива. Ты выглядишь грустным, угощаю. Ебаю, спасибо. Вот видите, смотрите, есть добрые люди. Ему просто ел. А он такой, да, ты грозная, угощаю, все. Без там других слов не принимают. Я глянул на пиво, а потом посмотрел обратно парня. Неужели так очевидно, что у меня депрессия? Ох, огромное спасибо. Я постарался ответить как можно более жизнерадостно. Он скользнул на место напротив меня. Что ж, давайте голос возьмем. Потому что я уже давным-давно никого, в принципе, не озвучивал. Что ж, как тебя зовут? Меня зовут Борька Сук. Приятно познакомиться. Ох, меня зовут Борька Сук. Приятно познакомиться. Он даже на свое имя сказал, ну да ладно. Не стесняйся, ты так. Я Стрейн. Фиолетовое сердечко. Он был таким веселым, что и мне, а... Передалось его настроение. И что же тебе гложет? Ох. Я чуть учусь в универсии... Универсии дня. Невероятно загруженный график. У большинства моих друзей совсем нет времени, чтобы куда-то выбраться. Звучит ужасно. Давно не виделся с друзьями. Это точно. Ну и хер с ними. Ну и хер с ними. Я и без них могу веселиться. Мы видимся периодически, пока не наступает сессия, конечно. Давненько пытаюсь заводить новых. Новый знаком. Я взял пиво, которое он мне угостил и сделал несколько глотков. Неудивительно, что ты грустишь. Да, но теперь мне получше. Эй, Борька, сука. Для этого бара... А, для этого бар и существует. Верно ведь? Я взглянул на кружку пива. В своей руке остался от силы глоток. Ты быстро пьешь. Я даже не заметил. Эй, не хочешь уйти отсюда? Хорошо. Так, я быстренько в уборную. То есть, мне нужно съебаться от него или что? Ну, блин, я только пришел, в чем проблема? Я быстренько в уборную. Да, это пиво уже бросится снаружи. Эм, ога, ога. Скоро вернусь. Я закрыл за собой дверь и перевел дух. Этот парень был довольно милым. Но мне правда пора собираться. Подойдя к раковине, помыть руки, я засмотрелся на текущую воду. Вода так шумела, что я с трудом услышал, как открывается дверь в туалет. Бежать! Ну что? Но страйк двигался молниеносно. Эй, эй, эй! Эй, не надо! Он резко ударил меня в живот. Я почувствовал, как ударился головой, а кафель позади. Чёрт возьми! Нееет! Нееет! В глазах начало темнеть. Трухнув на пол, я разглядел лишь его ухмылку. Блядь. Туалет был, по-моему, самым плохим выбором, куда боже было сходить. Вы знаете, всегда общественные туалеты это... Ну, что-то ужасное. Я очнулся, голова раскалывалась. Что произошло? Было темно. Ощутив верёвки, а стягивающиеся запястья, я тяжело задышал. Я не мог пошевелиться. Меня захватила паника. Ну? Стрэд! Где я? Я прислушался в ожидании ответа. Вдруг я слышал, как кто-то громко спускается по лестнице позади меня. Ты уже очнулся? Как себя чувствуешь, Борька, сука? Ам... Запястье болит. Я слишком крепко тебя связал. Он наклонился, ближе усмехнулся. Ничего не могу поделать. Тебя ждут ожоги от верёвки. Это чё? Я тревожно заёрзал на полу. По-моему... По-моему, произошло какое-то недоразумение. Прошу, не делай мне больно. Пожалуйста. Очевидно, у него крыша поехала. Я старался сохранить спокойствие. Ох... Ты боишься? Он наклонился ближе ко мне. Я... Эм... Обещаю, будет не больно. Ха-ха-ха-ха-ха. Тебе стало легче? Я съёжился. Мне абсолютно точно не стало легче. Спасибо, блядь. Настроение полностью повысил. Ой. Ой, я забыл. Пока мы не начали... Хочешь чего-нибудь перекусить? Может, попить? Чего начали? Я думаю, этот хрен, он каннибал. Начали? Что начали? Не успела погрузиться в раздумья, и как почувствовал, что у меня скрутило живот. Я ничего не ел с самого обеда, когда пошёл в бар. Кто знает, сколько времени прошло с тех пор. Эм... И протянул его мне. Мои запястья всё ещё связаны. Ты будешь меня кормить? Не хочу корм... Эм... А... Морить тебя голодом. Боюсь представить, чего он не хочет. Он хочет, точнее. Я наклонился вперёд, и он терпеливо ждал, пока я ем батончик. Я постарался делать это как можно быстрее, потому что было ужасно неловко. Неплохо, а? Да, блядь. Да нормально, нормально. Я кивнул, выдавливая благо... Благодарную улыбку. А-а-а! Хе-хе-хе-хе! 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 Хе-хе-хе! Он, кажется, хочет обаточек обратно. Стрейт вытащил большой охотничий нож. Домахнулся, но... А-а-а... Нахлынула новая волна страха, и я испуганно заёрзал. Что ты делаешь? Твоя одежда мешает. Что? Нет! Хе-хе-хе! Он просунул нож в рукава моей футболки и стал разрывать их. Что? Стой, прекрати! Хе-хе-хе-хе! А-а-а! А-а-а! Хорошо! Так! Блин, я думаю, может, ты будешь, типа, сделать... Не знаю, типа, как бы... Хорошо себя вести и спокойно. А вот он меня не убьёт. Он, мне кажется, реально хочет батончик обратно вернуть. Правда? Я сгоднул кивнул. Абсолютно все. Он прислонился спиной к столешнице и задумчиво постучал ножом по нижней губе. А затем ухмынулся. Хорошо. Он обошел меня и наклонился, чтобы развязать запястье. Я вас попросительно посмотрел на него, когда он вернулся к столешнице. Снимай все остальное. Сука, пиздец. Он поднял нож и лениво помахал им в качестве угрозы. Не вставая с пола. Посмотрел на свою одежду, я снова взглянул на него и кивнул. Я стянул подранную футболку. Да он и так бы и так меня раздел. В чем прикол? Он наблюдал, казалось, терял терпение. И быстро спустил штаны и пропсунул под собой. Ах. Хочешь, чтобы мне снять белье? Можешь оставить. Пока что. Блин, спасибо, конечно, братух. Он шагнул вперед и присел поближе. У меня перехватило дыхание, когда он смахнул ножом перед моим лицом. Затем я тупо наблюдал за тем, как он крутанул его в руке. И протянул рукоять ко мне. Мне. Возьми. Он дает мне нож. Я медленно принял его, сводя со стройда глаз. Он выпрямился и посмотрел на меня сверху. Порезь себя. Эээ. Еще нахуй. Мои глаза расширились от шока. Я медленно посмотрел на нож, а потом на свои голые ноги. Эээ. 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 Я не знаю. Блин, почему такая жесть? Мы только начали играть. А порезать ногу? Ударить его ножом Нигуа? Блин. Скорее у нас не получится его ударить. Порезать ногу. Блин, но здоровье точно снизится. Ладно. Я бы крепко сжал нож. И прижал к ноге. Эээ. Ах. Эээ. Нож был острым. И вошел глубже, чем я ожидал. Я посмотрел на кровь, струящую по моему бедру. Меня затрясло. Ммм. Этого хватит? Еще. Я прикусил губу. Еще. Хорошо. Я медленно вздохнул. Выдохнул. И вонзил лезвие в другое бедро. Услышав громкое пыхтение Стрейда, я поднял взгляд. Ну же. Я надавил нож с болезненным стоном. Стрейд тяжело дышал от возбуждения. Теперь руку. Я умоляюще посмотрел на него. Он заметил мое выражение. Еще немного, бочка, сука. Я тебя отпущу. Рука сильно стряслась. Я просунул лезвие по предпречью. Я не собирался резать так глубоко. В шоке. В шоке я смотрел на кровь, клынущую из рук. У меня закрошилась голова. Стрейд. Я хватал ртом воздух и держался за рану, пытаясь восстановить кровоотечения. Я сделал это. Он наклонился ближе, тяжело дыша. Ты отлично справляешься. Он потянулся и размазал немного крови по моей руке. Что он сказал? Че, че, че? Еще чуть-чуть. Нож в моей руке потяжелел. Не думаю, что у меня получится. Он положил ладонь мне на щеку и подтерся лбом омой. Его приказ вырвался тихим, возбужденным рычанием. Порежь себя. Обливаясь потом, я снова занес нож. Я затянул воздух и зверски полоснул по собственной же руке. В конечности меня не слушались. Я тупо посмотрел вниз. Должно быть, я что-то задел. Вокруг меня собралась лужа крови. Сквозь звон в ушах я услышал тихое довольное хихиканье. Хе-хе-хе-хе. Ты и вправду нечто. Он завалился смехом. Помоги. Я же не мог держать голову. Пол оказался невероятно холодным. Стрейт не двигался с места. Он просто наблюдал за тем, как я обнякаю в лужу собственной крови. И смеялся. Понятно. Ты умер. Ты все, что он говорил. Хе-хе. Я думал, ну, возможно, если мы будем неправильно действовать, как, ну, типа, не будем как жертва. Морское, естественно. Так. Борь-ксук. Борь-ксук. Ну, ничего. Типа, пойдет. Так. В бар опять пойдем. Этот еблан. Так. Давай будем прям жесткими, типа. Меня зовут Борь-ксук. Приятный познакомиться. Ты первый. Я стрейт. Это точно, но... Не ступит сессия, конечно. Блин, ну, только ты не знаю, типа, по-разному. Я раскрыл рот, намереваясь закричать, стрейт двигался очень быстро. Он успел... Не успел я описывать, как он схватил меня за шею. Я чувствовал, как ударился головой о раковину и стал терять сознание. Последним, что я увидел, была его улыбка. Понятно. А, блин, тоже убавилось. Жалко, конечно. Так. Типа... Позвать на помощь... Нет, это тупо. Ладно, сиди тихо. Я стал сидеть тихо и пытался понять, где нахожусь. Похоже, я был в каком-то гараже или подвале. Повсюду были инструменты. И в воздухе витал какой-то металлический запах. Мои размышления прервал звук медленных шагов за моей спиной. Вниз по лестнице кто-то спускался. Ох, ты наконец очнулся. Как себя чувствуешь, Бриксук? Что... Эээ... Что, блядь, происходит? Где я? Забыл? Мы с тобой разговаривали. И я подумал, что... Был бы... Очень даже не проще узнать тебя получше. Поэтому привез к тебе. Ты меня похитил! Выпусти! Так. По-моему... А произошло какое-то незразумение. Ты похитил... Выпусти! Я со злости посмотрел на него и нахмурился. Ха-ха-ха! Да ты полон энергии! Уверен, скучно нам с тобой не будет. Вообще слушал... Ой, я забыл. Пока мы не начали... Хочешь чего-нибудь перекусить? Можешь попить. Так. Так, я... В-в-в-в-в... В чем разница? Блин. Помотать головой. Ничего? Хм. Ну и хорошо. Мне тоже... А, не терпится начать. Что? Стой, прекрати. Ну блин, тогда он меня точно убьет. Правда? Ладно, давай его пронем тут. Ударить его ножом. Что ж, если он развязал меня, так еще и дал нож. Я просто обязан... Я рванул вперед и полоснул его по ноге. Ух ты! Его ботинки прик... А-а-а... Прикрывали щиколотки. Но мне удалось порезать ему икру. Я заметил, как штанина постепенно пропитывалась кровью. Восхищен твоим энтузиазмом. Он... Отстранился и пнул меня в грудь. Моя голова отлетела назад. И ударилась об металлическую фару позади меня. Меня качнула вперед. Я не мог понять, а звенела опора или же у меня в ушах. Я тихо застонал, почувствовал, как он вновь связывает мне запястье. До боли крепко. Ух... Моргнув несколько раз, я посмотрел на стрейдер. В руках у него был нож. Ничего страшного! Он откинул волосы с лица. Я сам все сделаю. Я напрягся, ощутив холодное лезвие к себе. Какое-то время он не двигался. Тихий скрип сорвал все с моих губ. Лезвие медленно рассекало мою плоть. И резкая боль обожгла ногу. И тут же издал принудительный крик. Пытаясь отдышаться, я заметил, как взволновый стрейдер смотрел на меня. Он наслаждался этим. По щекам потекли горючие слезы. Он поднял взгляд на стрейда. Он тяжело дышал, его взгляд вновь вонзил, скользил по моим ногам. Стой, хватит! Он снова грубо ополоснул меня по ноге. Мой протест обратился воплем. Я с трудом подавил схрип, когда лезвие чуть еще раз рассекло кожу. Он глубоко вздохнул и запустил пальцы в волосы. Ах, я начинаю входить в азарт. Я в ужасе смотрел на него, пытаясь перестать трястись и рыдать. Он вытер нож от штаны. О, нет. Ты только посмотри, сколько крови. Он не выглядел очень... Он не выглядел очень расстроен. От боли я чувствовал себя как в тумане. Я попытался сфокусироваться на нем, а... Изможденный взгляд... Ммм... Ты так долго не протянешь. Он наклонился и улыбнулся. Хочешь, я тебе их зашью? Он прав. Я потерял слишком много крови. Если я хочу остаться живым, мне придется принять его помощь. Я на мгновение поднял взгляд и уверенно кивнул. Отлично. Он подошел к чекам. Фам в другой комнате комнаты достал оттуда небольшую аптечку. Заметил, что он прихрамывал. По лицу расползалась довольная ухмылка. Он сел передо мной и открыл ящик первой необходимости. Ммм... Ммм... Он что-то напевал про себя, вытаскивая маленькую изогнутую иглу и нить. Его радостная улыбка, что помогло мне расслабиться в баре, стало вызывать тошноту. Он разок уколол свой палец иглой, а затем приезжал острее к моей ноге. Вероятно, сейчас будет больно. Едва он закончив фразу, как вонзил нить мне в ногу. Зажмурив глаза, я часто задышал из-за стресса всем телом. Я пытался стиснуть зубы сквозь боль. Он действовал быстро и уверенно, будто делал это далеко не в первый раз. Почти. Он затянул швы на последней ране. Я ахнул от неприятного ощущения. Готово. Он вздохнул с облегчением. Он поднял бутылку и маленькую тряпочку. Чуть не забыл. Спирт. Подожди секунду. Он небережно плеснул жидкость на свежие порезы. Я прошипел от боли сквозь зубы. Они горят. Ну вот и все. Стало получше? Я судорожно пытался восстановить дыхание. Я не был уверен, что вновь не развердаюсь, если попытаюсь хоть что-то ответить. Похоже, его все равно не волновал мой ответ. Он все равно дышал и поправлял рубашку. Будем считать, что да. Он снова наклонился, чтобы коснуться моего лица. Я решил, что буду хорошим. Ладно, спасибо. Я тупо пялился на него в попытке понять смысл его слов. Он легонько похлопал меня по щеке. Отдохни немного. Немножко. Ладно? Он выпрямился, бодро потянулся и направился к лестнице. Он оставил меня здесь? Он поднялся по лестнице и в отчаянии я крикнул ему вслед. Стой! Не оставляй меня здесь! Я сдрогнул, слышав, как захлопнулась дверь. Он сделал это. Он просто оставил меня тут. Я посмотрел на свои ноги, покрытые красными зашитыми ранами. Они все еще безумно болели. Мне нужно держать себя в руках. Я должен постараться хоть немного отдохнуть. Я проснулся в холодном поту. Боль и ледяной пол подвала встретили меня по пробуждению. Должно быть, я потерял сознание. Я прищурился взглядываясь в темноту. Все еще в этой чертовой дыре. Я попробовал потянуть за веревки. Узел немного ослаб. Я потянул сильнее. Свобода! Так, давайте сохраним. Потому что сохранить игру. Сюда получается, да? И осторожно потер ноющие запястья. Сердце бешено колотилось. Ладно, нужно хорошенько подумать. Теперь, когда я могу свободно двигаться, что делать? Вдохнуть еще, поискать еду, воду, поискать какое-нибудь оружие. Да, оружие, конечно. Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Я должен бороться. Медленно приподнявшись, я ощутил боль во всем теле. Ай, подвал ломился от того, что можно было использовать в качестве оружия. Я взглянул на несколько пил, топор и кувалду. Подожди-ка, как я на него нападу? Я прокрутил в голове несколько возможных вариантов. Все они были чрезвычайно опасными и рискованными. Я пришел к выводу, что лучше всего будет сделать вид, что я все еще крепко связан. А потом он, ничего не подразревая, приблизится и тогда-то я... Но мне нужно что-нибудь небольшое. Я порылся в столешнице и ящиках. Ах, один ящик был забит ножами. Отлично. Я забыл нож... Я выбрал нож среднего размера. Вдруг наверху послушался какой-то шум. Дерьмо. На четвереньках я быстро вернулся к опоре посреди подвала. Я просунул запястье обратно в ослабленные веревки. Все еще какое-то время я прислушивался, но так больше ничего и не услышал. Со времени голоса голова начала тяжелеть. Я погрузился в беспокойный сон. Ну, блин... Я резко вскочил, когда кто-то ударил меня по ноге. что? А? Придя в себя, я тут же вспомнил, где нахожусь. А ты все спишь, Борьксу. Хорошо отдохнул. Я просто не мог не смотреть ему гневно в лицо. он постучал ногой по тому месту, куда до этого ударил. Полон спеси и гонора. Отлично. Я застанал и потянулся за веревки. Я замер, рассчитыв несколько ослаб... насколько ослаб узел. Верно, нож. Я взглянул на своего похитителя. Мне нужно подгадать время, когда я могу ударить его. Ну, перекусить хочешь? Он наклонился и помахал чем-то перед моим лицом. Это был какой-то энергетический батончик. Ты поведи наху со своей едой. Я прикусил губой и уставился на батончик. Я хотел есть, но не хотел принимать хоть что-то от него. Нет? Я опустил взгляд. Я так быстро и не сдамся. Как хочешь. Он развернул батончик и откусил большой кусок. Знаешь, он помахал батончиком. Я чувствую, что мы действительно стали ближе. Он откусил еще. Понимаю, что прошло совсем немного времени, но опыт такого рода все ускоряет. Он продолжил жевать и наклонился ближе ко мне. Все дело в адреналине. Ты возбужден. Я возбужден. Он наклонился еще ближе. Я почувствовал его запах. Он пах потом и чем-то вроде машинного масла. ты выглядишь немного испуганным. В ответ на это я изо всех сил постарался посмотреть на него как можно было угрожающе. Я понимаю, что ты чувствуешь. Он оклетел меня с ног до головы, ковыряя зубами. Ты связан и лежишь на полу в подвале у какого-то парня. Кто знает, что я с тобой сделаю без помощности. Я прав? Я просто продолжал пялиться на него. Я не мог найти слов, чтобы ему ответить. Ты получишь небольшой контроль над ситуацией. Что произойдет дальше полностью зависит от тебя. Он повернулся и взял несколько предметов с лежащего стола. Выбирай. Что тебе больше по душе? Дрель или молоток? Давай. Я поднял подражающую руку и указал на молоток. О! Молоток! Отличный выбор. Он окнанился вперед и потянулся ко мне, не обращая внимания на то, что меня передернуло. Затем он погладил меня по голове. У тебя хороший вкус. Он подошел за лестницей и набрал пригоршную гвоздей. Я сглотнул и попытался подтянуть колени ближе. Он подсел ко мне вплоть и бросил гвозди на пол. В ногой и попал. Его руку отбросило в сторону. О! У него кстати сердце все время меняется. Он встряхнул рукой. У меня останется синяк. Он не переставал улыбаться. Это очень нервировало. он присел придав свои придавив своими ногами мои. А потом поднял гвоздь. Затем осторожно приставил его к моему колену. Он занес молоток и посмотрел мне в лицо. Меня прошиб пот. Я сжался. Он ударил молотком. да блять да где твой нож сука. Ебани его. Я закричал когда в гости вознесил между костями в своем колене. Стой! Он поспешно схватил с пола еще несколько гвоздей. В тебе еще недостаточно дырок. Я старался восстановить дыхание. Он оставил гвоздь торчать из моего колена и стал прицеливаться другим повыше. Нет! Он с силой опустил молоток и ударил ему еще один вопль. Ему еще один вопль. Я не мог сдерживаться. Был ужасно больно. Уже что-то. Он медленно выдохнул слегка содрогаясь. Он провел руками по моей ноге намеренно размахивая пальцами кровь стекающая из гвоздей. Он обвел вокруг гвоздя пальцем. Нужно сделать больше. Нет! Мне не нужно больше! Пожалуйста! Не скромничай! У манзил еще один гвоздь рядом с первым. Я залопил и повалился вперед. Я захныкал упираясь ногами в бедные колени. В бомбу в бедные колени. Когда он подбирал гвозди. Ой-ой! Я приподнял тяжелую голову. Шуруп попался! Шуруп попался! Что? О чем он? Он приставил к моей коже шуруп и занес молоток. Что? Нет! Он сильно размах размахнулся и шуруп вонзил в мое бедро. Ебать! Еще один громкий крик сорвался с моих губ. Кровь стекала по надел узенькими ручейками. А он неподатливый, правда? Он снова ударил по шурупу. Загоня еще глубже в мою плоть, сука! Да ты его достанешь гипучий молоток! О, все нормально так. Я слабо вскрикнул и вновь обмяк. Я не могу. Он наклонился ближе ко мне. Перебор. плюнуть в него типа блядь, не знаю. Сказать же тебе больно плюнуть в него типа хту, блядь. С меня хватит выхода к этого психопата. Пошел ты нахуй! Я плюнул ему в лицо. Гори в аду. Он даже не стал вытирать лицо. Стрейдж замер и уставился на меня. Вот это было по-моему лишнее. Я немного заверзал, смотрел в... Ты! Что ты? Он нюхал мои волосы? Ай, что сто... Что? Я закричал, посмотрел вниз. Этого я не замечал, что у него в руках нож. Он резал мне живот. С меня хлынул пот, я стал сдыхаться. Я заметил, что он тяжело сдышал, но совсем по другой причине. Эй, успокойся. Понятно. мы продулим. Просудок все. Прежде себя он сорвался с меня нижним белье, и я смещёно засвинул. Подожди, остановись. Стался отбить над него слабо пиная ногами, пока он расстёгивал шерингу, сука. ты не можешь взять тот нож, который ты взял, дебил. Нет. Поднём руки, я недавно давил ему на грудь. Плала. Он снова двинул бёдрами, а затем поднёс руку к лицу, погладил меня по щеке большим пальцем. Я снова закричал уже более хрипло. Продолжая долбить меня, он упустил руку на мою шею. Крики постепенно сменялись хрипами. Короче, жезь. Семь, он сжал моё горло уже двумя руками. Я вцепился в ладони, но оказалось, ему было абсолютно всё равно. Я не мог не вдохнуть, не пошевелиться, не кричать. Тяжело дыша, он буравил меня безумным взглядом и продолжал толчками. Я мог безмолвно кричать, когда перед глазами всё поплыло. А потом и вовсе погрузился во тьму. Стрей слишком тебя полюбил. от гандон. Блять, ну где этот нож, сука? Ладно, давайте что выберем? Попытаться сбежать. Поискай какое-нибудь оружие. Ну давай оружие опять же ищем и выберем уже другое. Отказаться принять иду. Давай. Хочу хавать. Он разве... Аааа, смотрите! Я могу пиздануть этот нож. Он был всё это время. На! Сейчас. Я достал из-под себя нож. Я попытался быстро перелезать верёвку, не поддавая вида. Есть! Я не терял секунды. Я сжал руки нож, вонзил стрейда в шею, прикладывая последние силы. Ух ты! Я уставился на него, затем взглянул на свое запястье. Только поглядите на это. Стрейд крепко сжимал его. Он медленно взял нож из моей руки, а то бросил его в сторону. Сука, нет! Одним быстрым движением он заломил мне руку за спину и прижал лицом к полу. Ага, я захрипел придавливаемый его весом. Он наклонился к моему уху и чувствовал его дыхание. Это было занимательно. Он сильнее надавил на мою руку. Восхищен твоим энтузиазмом, честно. Крик сорвался с моих губ. Он от тебя слишком много... Ну от тебя слишком много проблем, не думаешь? Он поднялся и отряхнулся. Я перевернулся на спину, чтобы увидеть его и попытался сесть. Меня прервал внезапный пинок вбок. Я захотел закричать, но воздух выбило из легких. Меня согнуло пополам. Слезы брызнули на глаз. Из глаз. Стрейд наступил ботинком мне на шею. Мне охватило ваника, когда он надавил. Пшшшшшшшш. Я попытался вцепиться в него ботинок и ногу. Я был бессилен. Он продолжал давить. Короче, мы опять умерли. оба народ спасибо сломал мне шею так ой музыка такая наркотическая прям так 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 осуждаю встречу при загрузке несохраненное прохождение будет потеряно да блять я не знаю попытаться сбежать давай опять оружие попробуем а дальше ничего да дальше нам нельзя будет типа достать нож ну видимо да случилось то же самое ладно поискать еду воду а ну блин ладно я должен сосредоточиться на выживании медленно приподнявшись я ощутил боль во всем теле я под я понял что умираю с голоду я ничего не ел с тех самых пор как ушел в бар уж не у езди здесь что-нибудь ясное кажется я видел в углу какой-то маленький холодильник я захромал холодильнику и открыл его ах я прикрыл рот свой рот рукой маленькие холодильники холодильник ослепил меня мгновение мои глаза привыкли к яркому свету я застыл на месте нет внутри были внутренности сердца дешево пластиковой тарелки я почувствовал горло отступает желчь и отвернулся я должен держать себя в руках я снова посмотрел на содержимое холодильник с рядом с контейнерами было несколько банок пива и пакет для сэндвичей с которыми лежала что-то похожее на приготовленный стейк ой это не стейк попить и поесть так открыл банку я сделал глоток это было всего лишь дешевое пиво но мне просто ужасно хотел спить я ощутил я быстро осушил банку и мне стало немного лучше хорошо теперь мне нужно поесть именно поднял мясо глотнул и раскрыл пакет кто съел мой стейк пахло стейком хорошо я уже все решился собираюсь ой фу соберись я вас сунул кусок мяса в рот и постарался есть его как можно быстрее оно было немного жесткое но на вкус это действительно был самый обычный стейк нет это не стейк я уверен что это был просто стейк с закрыл холодильник и тяжело вздохнул наверху послушался какой-то шум дерьмо так в принципе то же самое ну блин смотрю ты будучком свеж добрый готов к сегодняшнему я застанал и потянулся за веревки ну перекусить не хочешь хочешь он наклонился и помахал каким-то непонятно нет не туда принимаем еду конечно шриом а может мы растолстеем и тупо разломим и тут я не знаю гараж это видит что такое подвал и типа станет прям огромный и задавим его короче одно и то же блин не знаю а ну блин если только мы его ударим то это будет еще какой азарт понимаете нет блять ну куда блин ну мы паховали какой-то там стейк еще нет какой-нибудь оружие блин попытаться сбежать мне нужно выбираться отсюда прямо блять сейчас медленно приподнявшись я ощутил боль во всем теле ах ай должен же отсюда быть какой-то выход я глядел подвал ну конечно вверх который идет ведет ни одного окна разве это не нарушать какие-нибудь правила пожарной безопасности а вдруг он он сам сделал я помотал головой это не имеет значения я посмотрел на лестницу ведущую к единственной двери и к стрейду возможно это была не такая уж и хорошая идея не попробуешь не узнаешь называется это единственный выход я не издам ни звука у меня получится я насыпочка поднялся на по деревянной лестнице дверь наверху была католической она выглядела невероятно тяжелой я стал на ощупь искать ручку было почти ничего не видно нашел я повернул ручку и услышал щелчок медленно нажал на него а я замер это был не я стрейд у меня кровь застыла в жилах я услышал чей-то молодой голос стрейд дверь подвал запаниковал этот кто-то закричал что мне делать дверь резко разбахнулась я повалился вперед прямо в руки стрейда вы только посмотрите снова на ногах и сразу вашу ошибается тут не я словно окаменел раскрыл рот я просто опялился у него не мигая он чуть отстранился и пнул мне в живот на мгновение мне показалось что я завис в воздухе на самом деле я падал я опал не нужно навзничать не навзничь ударившись ступеньки наконец а приземлился на бетонный пол внизу я попытался пошевелиться на моё тело пронзила ужасная боль я был почти уверен что сломал ногу на лестнице послушали смедленные шаги нет мне нужно просто нужно подняться он силой сжал мой а загривок ах он дернул меня вверх а вызывает новую волну боли в ноге нет ах прошу я постарался что-то возразить но говорить было тяжело а не надо такого он подтащил меня к столу и и подтолкнул а схватил за затылок он прижал меня лицом к деревянной поверхности я услышал чулчок а потом звук что был намного громче что нет нет мне надо просто он был не просто стол это был стол с циркулярной пилой за спиной послушался глубокий довольный мешок я громко закричал когда он притянул мое лицо ближе к следую невыносимая боль и тошнотворное пережитание и потом пустота строит распилил твою голову на двое спасибо родной всегда хотел косплеерить ладно так блин я не знаю тогда что выбрать да я пошевелил пошевелил болящими ногами и у меня совсем не было сил я решил лечь как-нибудь поудобнее снова перед кинул фури веревку через запястье опустил голову не нужно просто нет мне просто нужно еще немного отдохнуть я снова погрузился не в бесконечный сон но тут ничего вообще не поменялось что это я тогда отказался от еды просто он тогда мне дал вал фибр он резко сунул двери обратно тоже отверстие в ступни так я сейчас я думаю на этом и закончим если вам понравилось мы продолжим следующей серии типа окей это было жесть вот до скорого удачи спасибо ну а Субтитры сделал DimaTorzok